И всем привет, ребят! Ну что, целую неделю на канале не выходили вообще никакие ролики, и дело всё в том, что потому что я просто был на отдыхе. Ну а теперь я вернулся, и к сожалению, пока что метро ещё не вернулось. Вроде бы, как обещают, 28 сентября это сделать. Поэтому сегодня поиграем немножечко в Badlanders, и также откроем тайную дверь. Погнали! Неплохо так нас прям сразу на паренёчка выкинуло. Но, тем не менее, у нас всего лишь прошло 15 секунд боя, а уже первый килл есть. Даже так? У нас ещё и на горизонте кто-то? Блин, вот сейчас как никогда бы, кстати, пригодился 8Х прицел. Ну или хотя бы 4Х. Всё равно было бы поудобнее. Но, тем не менее, даже с какого-то голографа мы умудрились дать ему одно попадание в тело. И теперь понимаем примерно его уровень брони. Она прям вообще не топовая. Прикол. Парень вообще без брони в другую сторону побежал. Сколько там, блин, людей наспаунилось? Вот это мне уже потихонечку начинает нравиться. Я так понимаю, тот голый паренёчек теперь будет сидеть и просто ждать нас? По-любому, что у него какое-нибудь оружие было, и сейчас при нужном моменте он нас попытается закрыть. А, ну да, гений. Просто парень гений. Он бы ещё на этот камень залез, чтобы его получше видно было. И, кстати, я был прав, он был всё-таки с оружием. Правда, наверное, надо было посмотреть на обвесы, что там по обвесам. Но, блин, у нас уже нет времени. Тут ещё как минимум двое пареньков должно гонять. Блин, прям как-то супертихо даже. Прям вообще никаких признаков жизни. И зато трупик валяется с каким-то голым АКМом. Ну а так, по паренькам я вообще никого не слышу. Ни выстрелов, никто нигде не бегает, ничего не взрывается. Прям аж странно как-то. Вроде такое бодрое начало было, столько пареньков стрелялось. И сейчас всё, тишина. Все куда-то исчезли. Серьёзно? Уже прошло минуты три боя. Ну, примерно. А у нас до сих пор в главном здании ещё шаги бота слышны. То есть его, по идее, никто не забрал. А вот это уже интересно. Мы тут не одни. Зелёный бронежилет показал. Это же не тот парень, по которому мы в самом начале стреляли. У того-то показывал синий бронежилет. Значит, у того помощнее броня должна быть. То есть, второго паренька осталось лишь найти. Надеюсь, он никуда не успел ещё свалить отсюда. Ну, а так у парня неплохо уже по луту было. В принципе, сойдёт для начала, потому что мы всё равно ещё пойдём дверь открывать. Я же не зря карточку взял. Вот только бы нам ещё четвёртый сет найти и второе оружие, чтобы все наши вещи выкинуть. И было бы прям вообще прекрасно. Ну, а так, пока у нас есть время, я думаю, есть смысл пробежаться и по оставшимся зданиям. Потому что тот же парень просто не мог взять и испариться. Да и убежать, в принципе, тоже, потому что мы сами с той стороны пришли и по дороге мы его 100% не встречали. Значит, он либо загасился, либо где-то здесь сидит. Осталось только найти и убить. Всё равно у нас время ещё до машины целая минута есть. И, кстати, в здании-то кто-то топает. А насколько я знаю, в этом здании, в этой части карты, бот не появляется. Значит, мы, по-моему, кого-то нашли. Может быть, даже того самого паренька, но по шагам их явно уже больше, чем двое. Один где-то под нами бегает, а второй вообще в правой части здания. О, один вообще куда-то там за пределы территории вышел и где-то по улице уже гоняет. Это прям чётко по шагам слышно. Ну, ничего. Тогда будем пробовать их чисто переиграть за счёт тактики. Может быть, это даже у нас и получится. Так, один на первом этаже только что в окошко залез. Это прям вообще чётко сейчас слышно было. Я, по-моему, даже знаю, где он сейчас стоит. Чисто интересно ради побежим и прям именно туда будем зажимать. Да. Всё-таки он был максимально предсказуем и очень жёстко спалился своим топотом. Но, к сожалению, может быть и к счастью, он был тут не один. А у нас, как назло, прям половины хп не хватает. Жаль, я пока не могу понять, где носится тот паренёк, потому что прям вообще где-то далеко. Но, блин, у нас уже и машина заспаунилась, и того парня залутать надо. Он на первом этаже, что ли, бегает? Опять на улице. Блин, кто там такой настается? Вот прям вообще неугомонный. Мугомонный. Серьёзно? Вот это мне уже нравится. А ведь не зря мы тут остались. Вообще ни разу не зря. По-моему, мы только что нашли ещё один четвёртый сет и новую М4. Блин, правда она зелёная? Да вообще пофигу. Сама суть, мы только что выбили с парня ещё один топовый четвёртый сет и М4. Теперь у нас и место появилось, и защита так же, как и была, остаётся на уровне. Всё, я прям-таки доволен. Осталось только добежать, залутать машину каким-то чудесным образом, потому что она уже давно поехала, её скорее всего стопнули. И открыть тайную дверь. Ну и там на оставшиеся пару минут можно будет побегать и просто полутаться. По сути, нам сейчас повезло чисто то, что походу паренёк тоже был не на самых топовых патронах. Потому что и по нему как бы урон не особо сильно летел, и по нам тоже не особо сильно прошёл. По сути, он-то мог и нас перестрелять, и он стрелять начал первый. Просто, грубо говоря, нам повезло. Как в принципе и всегда. Ну почти всегда. Ну ладно, вроде бы место освободили, теперь быстренько подлутываем всё оставшееся, и прям махом валим либо в центр карты, либо бегом забирать машину, если её ещё не стопнули. А тут в принципе и забирать-то уже толком нечего. Немного компонентов, которые вообще практически никакой ценности-то не несут. Всё. Не считая батона, у нас вообще нету застрахованных вещей. Но батон обычно всегда пригождается, когда его нету. О, даже в этом, парни, то компоненты более интересные. Они тут хотя бы есть. Хоть какие-то зелёные, потому что в предыдущем вообще всё пусто было. Куча, но они все серые. О, ещё и АКМ на фиолетовых. Неплохо так. Нынче богатые, видимо, пареньки-то пошли. Ну всё. Тут закончили, поэтому движемся дальше. Поехали. Да, видимо не судьба нам сегодня попасть на ту заветную машину. Потому что бежал я себе такой мимо этого здания, и вдруг услышал, как тут кто-то кого-то прям очень жёстко наяривает. С какого-то, я не знаю, пистолета-пулемёта типа СМГшки. Забежал в здание, а тут оказывается, тайная дверь уже открыта. То есть, по идее, паренёк, который сейчас где-то под нами бегает, он её и открыл. И нам лишь осталось просто забрать его, и залутать те компоненты и тот лут, который находится в нём. Серьёзно? Блин, парень, гений. Просто смысл он так сейчас сел. Он, по сути, сейчас нам подарил полностью открытую тайную дверь. Жалко, правда, мы машину пропустили, но, блин, тут, мне кажется, намного интереснее. Мне кажется, даже ролик так можно назвать. Залутал тайную дверь, не потратив карточку. Я думаю, в принципе, звучит неплохо. И, кстати, вот она, та самая СМГшка, с которой он стрелял тут по кому-то. Видимо, то ли бот заспавнился, то ли ещё кто-то, но он прям долго с неё насаживал. Ну, а с двери ему, скорее всего, выпали фиолетовые патроны на М4. И, как раз-таки, дробовичок. Ну, а по компонентикам я пока не знаю. Сейчас посмотрим, что у него там. Либо же радары должны быть, либо какой-то дорогой компонент. Ну, либо шприцы. Сейчас глянем. Да, кардиостимулятор. Кстати, кардиостимулятор сейчас стоит намного дороже даже, чем тот же самый радар. То есть, по сути, мы сейчас очень даже неплохо окупились. И даже не потратили карточку. Всё, идеальный профит. Правда, вот вы сами посмотрите на то огромное количество лута, которое нам сейчас приходится оставлять, чисто из-за того, что мы взяли оружие. И мне прямо аж больно на это смотреть. Ладно, батон, он ещё вернётся, но, блин, столько лута. И весь синий. Даже четвёртый шлем и куча других прикольных штучек просто остаётся на земле. И по итогу возьмёт и да пропадёт. Но, ничего с этим не поделаешь. Я думаю, оружие поважнее будут. А вот компонентики, я думаю, ещё можно полутать. Правда, наверное, уже не в этом здании. Тут, скорее всего, всё под ноль залутано. Слышали? Кто-то только что стрельнул в том здании, где у нас спавнится бот в начале боя. И куда, в принципе, я только что хотел идти. Не, ребят, это прям судьба. Правда, будет фейл, если мы сейчас придём и просто откинемся, подарив весь тот лут кому-то там, я не знаю, левому типу. Ну а так, игра будто он сама намекает, типа, иди туда и убей там его. И ещё на оставшееся время побегаешь, полутаешь компоненты. Всё, прям идеальный план. Надеюсь, он у меня получится к исполнению. Потому что до конца боя обычно доживают либо самые стойкие, и которые очень хорошо прячутся. Либо самые жёсткие, которые просто сносят всё вподряд. Ой, прям над нами где-то бегает. По-моему, это тоже коридор, только на втором, либо третьем этаже. Эм, ну да. Хоть я им максимально криво кинул радар, который к стене прилип, но паренька-то мы забрали. Он решил, что будто сможет нас сжечь этим самым молотвом. Блин, у него тоже скорелька-то синяя, а выкинуть уже нечего. Вот так попадос. То самое неприятное чувство, когда ты выбиваешь из пареньков какой-то там прикольный лут, а его ложить-то попросту некуда. Вот прям, серьёзно, некуда. Даже тапки сайленс, и то их, просто нет возможности взять. Ну а так этот бой мне прям очень нравится. И как бы пареньков неплохо так постреляли, даже довольно-таки много киллов сделали. И в принципе все киллы интересные, да и дверь мы залутали, даже не потратив карточку. Прям, мне кажется, максимально удачный заход сегодня. Правда особо какого-то прям мега топового лута нету, но сама суть. Бой-то по сути был очень классный. И весучий. Куда ж без этого. Ну а так у нас целых 6 минут, из которых мы можем спокойненько 2-3 минутки потратить на то, чтобы просто побегать и немножечко полутать здание. Единственное, мы уже второй либо третий синий ящик встречаем, а батона таки нету. Но надеюсь, с них сегодня плохо падает. Но это так, чтобы не обидно было. О, фиолетовые патрончики, неплохо. Правда не на КМ и не на М4, но тем не менее. Даже 9-миллиметровые фиолетовые стоят очень даже много. Первая дверь на третьем этаже вообще не везучая. Как в принципе и вторая. И возможно третья. Да. Ну в принципе, неплохо так выход упал. 400 метров, по сути, это не так уж и далеко для этой игры. Тут персонаж прям бодренько бегает. Как раз мы сейчас спокойненько залутаем все здание и отправимся к выходу. Ну и посмотрим, сколько же у нас получилось заработать за этот бой. Но это не считая того, что, скорее всего, все наши вещи, которые были в самом начале, чуть позже нам же и вернутся. А это четвертый сет и М4. Ну все. Вроде бы как залутали здание. Хотя нет. У нас же еще первый этаж есть. Чуть не забыл про него. Который, по-моему, пустой. В плане коробочек и ящиков. Вообще нету ничего. А если и есть, то прям очень пустые. Никаких тебе дорогих компонентов, никаких тебе топовых патронов. Я уж там про броню и всякие снаряжения молчу. Но могли бы хотя бы патрончиков подкинуть. Чтобы у нас прям побольше плюс за каточку был. Ну ладно. Тут мы вроде бы все закончили. И теперь наконец-таки можем отправляться к выходу. Ну и посмотрим, сколько же мы пареньков убили. И вообще, какую прибыль у нас получилось сделать за этот бой. Погнали. Прям таки идеально все рассчитал по времени. Буквально на последних там 30 секундах. Встаем на этот кружочек и отправляемся к выходу. Я думаю, ну тысяч 60-70 мы точно должны были за этот бой заработать. Ну лично мне так кажется. Так, 7 киллов. И кстати, 81 тысяча практически. Я думаю, очень даже неплохой результат. И хоть мы и шли технически просто открыть двери и немножко поиграть. Но за нас-то сделал совсем другой парень. И по сути весь тот лут, который ему выпал с этой двери, он подарил его нам. Ну а на этом моменте, я думаю, мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. Поэтому, если хоть немного она вам понравилась, не забывай прожать лайк. И конечно же оставить комментарий. Но если ты желаешь смотреть серии по Метро Рояль, то обязательно подписывайся на канал. Ведь как только появится режим Метро в папке, то на этом канале снова начнут выходить серии по нему. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Пока.